Это что, медведь? А-а-а, это Сибирский Кинг! Ржаная булочка, сливочный хрен и бекон! Пробуй, приготовленный на огне Сибирский Кинг, и часть прибыли пойдёт на восстановление лесов Сибири. Только в Бургер Кинг. Здравствуйте, царь. Может ли что-то помочь, когда мужчина забил на семью? Опа! И всё. Я вообще должен жить как бы один. Или на свободных правах. Смотри, что у тебя сзади творится. Ну, это специальная метка для головы. Андрей Пив придёт на помощь и вобьёт гвоздь в крышку гроба мужской лени. Николай, это ты забил? Да, я. Это я. Андрей готов заплатить 100 тысяч рублей тому, кто останется на три дня наедине с детьми и сделает для любимой ремонт в одной из комнат. Мама уехала, всё. Всё для того, чтобы мужчины поняли, что счастье их семей в их руках. Ну, чё ты скажешь-то? Два дня и вуаля! Всё в дом, всё в семью. Так должен думать настоящий мужчина. Но вот Юлия Лебедева, живущая здесь, с этим не согласна. Она с двумя дочками устала лавировать между кучами хлама, который её муж Рома считает настоящим сокровищем. А отца семейства, по Юлиным словам, этот квест даже не смущает. Как и ремонт, который стоит на месте уже много лет. Ну что ж, посмотрим, пройдёшь ли ты мой квест, Рома. Город Тула. Здесь, на улице с самыми глубокими ямами, живёт отец двоих детей. Владелец поместья и огорода Роман Лебедев. Ну, здравствуйте. Царь. Можно просто князь. В округе Роман известен всем, как любитель истории и вообще всего древнего. Пойдёмте, покажу вам свою гордость. Свою любимую шестёрку. Пыль на бампере, как и вся машина, историческая ценность. В гараже Рома ничего не делает, а только любует со своим авто. Выезжать должны один раз в год, и только на автостраду. Нет ни одного рыжика, ни одного сколышка. Даже колёса стоят ещё, Советского Союза написано. ЮССАИ. Она вот стоит, она вот вся, вот как консервная банка, она законсервированная внутри. Если салон открыт, даже пахнет новой машиной. Вот именно Советским Союзом пахнет. Пахнет детством, пахнет мороженым по 25 копеек. Одна проблема у Ромы. Жена Юля, не разделяющая его нездоровой любви к дряхлой старине. Такая дверь нас встречает, которая вся рассохлась. Это прихожая. Папа мой должен прийти и сделать мне шкаф из гипсокартона, стены облагородить. Потому что Ром говорит, что он это не умеет делать, не знаю. Такие вот у нас шкафы без ручек. Вот ручки у нас. В доме нет обоев, оконных откосов и главного – желание Ромы что-либо менять. Для него это в порядке вещей. Я особо у него уже и не спрашиваю к нему. Как-то поначалу я приставала, сейчас не пристаю. Везде надо где-то подклеить, где-то что-то подбить. Не хватает мужских рук мне в этом доме. При живом муже мне не хватает рук мужских. Но не только Юля страдает от Роминого безделья. Две дочки также ждут, когда папа, наконец, займется делом. Хороший дом, в принципе, я считаю. Все есть для того, чтобы дети могли жить достойно. Шикарная песочница была когда-то, но все поросло травой, потому как дети перестали как бы играться уже в ней. Дети бы игрались. Они занимаются своими делами, не взрослые, а ответственные люди. Удивительно, но у Ромы на все находятся отговорки. Рома говорит, что завтра он все сделает. У него каждый день все завтра, на завтра он перекладывает. И так это завтра все не наступает и не наступает. Я люблю лапшу на уши вешать. Это единственное, наверное, что у меня очень хорошо получается. Зубы Рома заговаривает профессионально и каждый день упражняется в красноречии в магазине автозапчастей. Ну, вообще, моя специфика, я продавец. Я люблю общаться с людьми. Больше делать я ничего не люблю в жизни. Добрый день. Могу вам что-то предложить, что бы вы желали. Как бы везде работать надо. Здесь ты пришел и пришел, разговариваешь и разговариваешь. А разговаривать я люблю. Ну, вообще, сколько я таких штук продал, да, вот этих комбиков, нареканий по ним нету. Вещь действительно, ну, прекрасная. Ну, надо работать так, чтобы ты шел туда с душой, чтобы было хорошо туда идти, интересно. А если работа не будет приносить удовольствие, она не будет приносить никакого кайфа. А Юле бы хотелось, чтобы на работе Рома получал не только кайф, но и деньги. Доход у Ромы нестабильный. Получает зарплату, он отдает эти деньги мне. Потому что если ему оставить, то он эти деньги растранжирит просто за два дня. И мы месяц будем сидеть без денег. Сама Юля работает в РЖД. Она инспектор по входному контролю. Дежурит сутки трое на одном из московских вокзалов. Такой график позволяет больше времени проводить с детьми. Правда, за сутки, пока мамы нет, в доме начинается страшный бардак. Поэтому даже после смены Юля отдохнуть не может. Я мою полы каждый день дома. То есть вот это уборки, стирка у меня. Ну, вы сами видите, вот стирка. То есть у меня каждый день машинка вообще практически не останавливается. Я не делаю ничего по дому, потому что я лентей. Я этого не стесняюсь, как бы, но это правда. Юла, сходи в магазин. А ты не можешь сходить? Там жарко. Рома мне практически не помогает. Каждый день, как день сурка проходит. Пошли за Василисой. Домой идем. А ты без машины, Василис, пешком. Открывай. Идет? Идет. Майку ты одешь. Открывай. Есть у меня мои дети замечательные. Ради них стоит жить. И, наверное, что-то терпеть. Насте, почитать надо. Нет. Жень, поем? Можно? Ну, почитаешь ты с ней? Есть, есть. Ешь козявкой. Ешь козявкой. Какой смех, Вася, ешь. Не сама себе. Ну, что и? И говорит сама себе. Ушки, ушки, что вы делали? Мы слушали. Что по именно воспитанию у него нет такого. То есть он может с ними побаловаться и все, не больше. Рома! Ром! 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 Давай отсюда. Все, Вика. С подругами я могу встретиться только когда. Если уложить детей спать, и вот ночь. Но ночью, соответственно, никто никуда не пойдет. Наверное, люблю я его. Ну да, люблю. Не любила бы, конечно, не терпела бы я это. У меня, конечно, есть надежда, то, что, может быть, он поменяется. То, что он проявит себя, покажет, что он может, что он мужчина настоящий. Я вот надеюсь. Маленькая надежда у меня есть на ваш проект. Ну и сейчас это миллионов семь с половиной стоит. Кофта. Куплена за один белорусский рубль. Это перекуп. Я покупала за 300 тысяч. Значит, у нас тут с ребятами образовалась некая Виагра. У нас опять две локации. Первая у меня прямо за спиной Москва-Сити. А второй локацией станет родина моей прекрасной няни Бирюлёва. Антон Коробейко это имя сотрясает горы. Рассказывай, что купили тебе родители. Ну, честно говоря, из этого всего вот родители купили рюкзак. Вы не сможете убежать от того факта, что вы всего лишь восполняете определенные пустоты в своей душе. Бросайте это дело и читайте книги. Стучат! Мам, стучат! Кого ты нам привел? Я иду. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Так неожиданно. Не ждали? Меня зовут Андрей. Это шоу «Дорогая я забил». Слушай, я на самом деле всю Тулу уже облазил. Не мог найти ни ваш дом, ни улицу, кое-как. Шок. Я думала, что это неправда всё. Что, наверное, розыгрыш какой-то. Да, табличка у нас тут. А почему она здесь? Ну, отвалилась и прибить у нас некому. Покажите мне того, кто не может прибить эту табличку. Привет. И вам желаю здравствовать. Андрей. Роман. Это ты на всё забил, как я понимаю. Здравствуйте. Это я. Думал, попить пиво вечером холодненького с товарищами, пожарить мясо. Но тут постучали в дверь. Там в передачу пришёл ведущий. Привет. Тебя как зовут? Настя. Настя. Привет. Меня Андрей. Мастя. Юля торопится и прерывает знакомство. Ей не терпится показать, в каком состоянии находится дом. Когда-то это была детская площадка. Тут стояли у нас качели, которые сломались. А вот это вот, не знаю, догадаетесь вы? Как вы думаете? Ну, когда-то это была песочница, на самом деле. Песочница, значит. Ром, ну, четыре доски, ну, сколотить. Не, ну, надо же песка ещё где-то замутить. Песочницу можно сделать, да, но, опять же, она простоит неделю. Ну, две максимум. Потом её дети всё равно разхренача разломают. Такие они, своеобразные детишки-то. Где ты отдыхаешь? Покажи, пожалуйста. Где я отдыхаю? Пойдёмте со мной. Это шикарнейшее место. То есть это не детские качели? Нет, детские качели стоят вон там. Играть негде. Беседку, потому что оккупировал Рома, качели тоже оккупировали Рома, и дети скитаются, как непрекаянные. Во дворе нет детских игрушек совсем, зато навалом твоих. Не знал, куда себя деть в этот момент. Стыдно за дом был, стыдно за Рому, то, что он такой. Тут вот, смотрите, у нас валяются фары, разбитые. Это детские игрушки? Ну, ребёнку, но большого, мои. Так, это значит кухня? Вот у нас на холодильнике всякие, всякие баллонные ключи. Я даже не знаю, что это. Ром, твоих игрушек полный дом, а детям поиграть негде. Каждому её же живёт так, как ему удобно. Поэтому зачем приспосабливаться к каким-то другим условиям, если ты можешь создать себе те условия, какие тебе будет хорошо? Полы ужасные. Потолок отваливается. В стенах щели. Это обеденный стол? Нет, здесь мы не кушаем. Юль, вы вместе едите? Нет. Кушаем мы все по отдельности, по комнатам. У нас, в принципе, как бы и нет такой зоны, чтобы кушать. Хотелось бы, конечно, собираться с семьёй за одним столом. Хотелось бы вообще мне готовить, потому что сейчас, на данный момент, я на этой кухне стараюсь по-быстрому, максимально быстро всё приготовить и уйти оттуда. Ром, а это что за уголок? Здесь живут звери, собаки. Ну, где им жить ещё? На улице холодно. Ром, ну здесь же дети, собаки бегают по дому. Грязь, играют дети на полу. Так собаки с детьми и спят. Пойдём дальше. Чем дальше проходит ведущий в дом, тем сложнее ему понять, где делать ремонт. Может, в детской? Рома, 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 Эх, Рома. Рома, Рома, я тоже такой мультфильм детства смотрел. Я ненавижу этот дом. Это реально детская? Да, это реально детская. Как видите, у нас нет ни стола детского. Да нет ничего, кроме кроваток. Да, Настя вот готовится к школе. А сейчас писать надо будет. А писать я даже не представляю, где. Был у них стол, они же сломали его. Был специальный детский письменный стол с буквами. Я собираюсь в первый класс. Я хочу школьную парту, чтобы делать уроки. А папа ничего не делает. Однако отсутствие парты не так трагично по сравнению с общим состоянием дома. Мне все понятно, друзья. Я вижу, что дом просто трещит по швам. У меня есть для вас двоих предложений. Одна отремонтированная комната в вашем доме и 100 тысяч рублей в придачу. Хотите? Ну, давайте попробуем, чего нет. Юля, где ты хочешь ремонт? Я мечтаю о новой кухне. Отлично. Правила очень простые. На ремонт отводится три дня. Материалы оплачиваем мы, а ремонт Рома делаешь ты сам. Каждый день я буду давать тебе задания. И каждый вечер я буду приходить проверять, как ты их выполняешь. Конечно, я немного пришел в шок. Я просто представил, что все это надо делать. Как? Я никогда с этим не сталкивался. Я не умею это делать. Кроме того, на тебя остаются дети и все бытовые вопросы. Потому что Юлю я забираю и отправляю в спа-отель. Ты готова? Конечно. По правилам проекта Рома и Юля имеют право только на один телефонный звонок. Кто его сделает, не имеет значения. Все стройматериалы Роме оплачиваются. Ему остается самостоятельно сделать ремонт и справиться с хозяйством. Рома, если ты справишься, ваша семья получит 100 тысяч рублей. А если нет, то еще один недоделанный ремонт. Ну что, поборешься за 100 тысяч? Хороший понтон круче пистолета бывает. Не сделаю, значит я лох. Ну а как бы что? Чем черт не шуть? Погнали? Готов? Погнали. Конечно бы хотелось сутку получить. Все-таки я толчная личность. Поэтому ради нее готов. Он немножко пострадает, так сказать. Юль, ты как думаешь? Рома справится? Я надеюсь на это. На 90% не верю. 10% там остается то, что... Вера. Юль, у тебя 20 минут на сборах. Собирайся. Хорошо, спасибо. Я просто был в шоке. И немножко... Пришел в а... Что случилось? Что, Настя? Пойдем со мной. Пойдем, пойдем, пойдем. Не плохо. Новость о мамином отъезде стала шоком не только для папы. Очень прям на душе тяжело. Прям груз тяжелой. Да, попей и пойдем умоемся. Пойдем умоемся. Иди отсюда. Иди, иди, Юль. Сейчас, успокойно. Ступай. Я, конечно, надеюсь, что он справится, успокоит, накормит. Но волнение у меня все равно есть. Присутствует. Все нормально всегда было. А тут она решила попереживать очень сильно. Ну, как бы решила, что ее право, пусть переживает. Мама буквально сбегает из дома, так и не дождавшись, пока дети успокоятся. Мы убиты расплакались, конечно. Да, с папой не хотят оставаться, да и я так их никогда надолго не оставляла. Серьезно? Очень прям переживаю. Давай. С Богом. Как шикарно. Как-то как будто детей предала. И вроде ей рада, то, что я еду отдыхать. А с другой стороны, то, что прям предательство какое-то. Дети плакали, а мама села такая и поехала. Мне хочется плакать. Я... не знаю, сдерживаюсь как-то. Женщина должна быть сильной. Отдохнуть бы я хотел, конечно, может, от нее не долго, но опять же не с детьми и не дома, где-нибудь в другом месте, чтобы я так же, как и она, приезжал, похорел свои косточки. Ром, ну мама уехала. Переживаешь? Естественно. Естественно. Такой трагичный момент был, такое расставание. У меня для тебя есть задание на сегодняшний день. Готов? На сегодняшний день? Думаю, да. Хорошо. Желаю удачи. Я бы руки на вашем месте поберегу. Итак, задание для папы на первый день. Провести демонтаж кухни, выучить стих про маму, сделать конуру для собак и убрать во дворе. Честно сказать, я... Я пришел в шок. 30 лет ничего не делать, и тут начать работать. С чего начать? У Ромы целых 4 задания. И все, нужно успеть. Ну что, дети, пойдемте в магазин сходим? Да. Пойдем? Угу. Вадились? Интересно, в какой магазин собрался Рома? Неужели в строительный? Сейчас, Василек, подожди. Все-таки. Ты что, без сигарет пойдешь? Нет, с ними, на. Папа, подожди. Ужасно все. Да не, нафиг. Пойдем. Давай руку мне. Давай, Настюха. Ты уважаешь, папа? Нет. Ну, в принципе, я думаю, я не похвати. А-а-а! 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 Хитрец Рома действительно направляется за стройматериалами. Все продумано. Шоппинг и девочек отвлечет от грустных мыслей. И проблему закупок решит. Ну, какое-то представление я имел о том, что нужно выбирать. Ну, в теории. В принципе, в теории я знал все хорошо. Да я не понимаю практически о том ничего. Если бы мы зашли в магазин, а вот это учтите, там было бы интереснее. Рома, конечно, растерялся, но быстро нашел элегантное решение проблемы. Настя, Вася, идите сюда. Пункт первый. Дизайн жилья для людей. Какая нравится больше тебе? Мне вот эта больше нравится. Ну, значит, будет вот эта. Пункт второй. Дизайн жилья для собак. Дети, какого цвета хотите будку собакам сделать? С зеленым. С зеленым? Да. Да, давайте зеленую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пункт третий. Строительные материалы. Ого, сколько много глиномеля. Смотрите, дети, какой вам нравится? Такого цвета? Такого или такого? Мне кажется, вот такой. Да. Судьбу ремонта вершили дети. Настя, а какая тебе кухня понравилась больше всех? Эта. Думаешь, маме понравится тоже? Да, да, да. Ты уверена в этом? Да, да, да. А ты, Василий, как думаешь, маме понравится? Да, да, да. Ну все, тогда по рукам. Все на детях держится, во всем помогают дети. Папа, до завтра успеем. Что, будку сделать? Да. А нам деваться на снегу, да? Надо успевать. Да. Тихонечку, да. То у нас с тобой шаланда, глянь, какая. Я вообще по строительству особо не понимаю. Давай, Настен, открывай дверь. Кобель, не уходи никуда, Кобель. Далматинец по кличке Кобель то и дело пытается сбежать. Может, хоть новая собачья резиденция его удержит? Кобель, не переживай, Дара, не волнуйся. Я считал, что будка это будет самое долгое, что я буду делать. Поэтому я решил сделать ее первой. Режь собачью, ломишь. Да. Как называется? Дрель, Настен. А вот и первая неожиданность. Оказывается, Рома и дрель, и пилу в руках держать умеет. Не очкует. Вообще, когда-то, да, я делал храбы. То есть я имел представление, как это делать. Было очень интересное и увлекательное занятие. Мы работали там с товарищем, вместе спали в них, фотографировались. Храбы получались замечательные. Дай бог каждому такого храб. Подровняем ее, чтобы потом сдвинуть ножку наружу. А, чтобы они вдвоем, да, лежали? Конечно. Так, будку сделали еще? Нет. Нет, еще нам пилить надо идти. Пилить? Ну, конечно. Ну, на этом времени не хватит. А что же делать? Бросить? Настя спрашивает не просто так. С самого раннего утра девочки ничего не ели. Дойдет, Вася? Сообразив, что на папу рассчитывать бесполезно, девочки решили сами приготовить ужин. Коронное блюдо дошкольника. Итак, рецепт. Фрукты. Ой, 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 куда банан ускочил? Мясо. Мясо. Настя еще курица. Нельзя. Помидоры. Мы перепутали этот слива. Действительно, какая разница? Неху-еху. И венец всего блюда? Настали. Кетчуп. Ой, на хлеб упал. Юные повара не боялись экспериментировать. Главный в блюде подача. И ужин отправляется прямо к папе в огород. Твои любимые фрукты. Моих повесенье. Там таракашка ползает. Конечно, вы молодцы, но это, а дальше мы что будем с вами есть? Сюрпризы не всегда бывают. Очень веселые, позитивные. Сейчас посмотри, Настя, у тебя уже вся майка ухи***чная. Все, несите на место. Бывает, что и аж за жулу хочется схватиться и поотрывать эти две маленькие головки и выкинуть их нафиг. Куда? Вася! О том, что девочка голодная с утра, Рома даже не подумал. В этом доме каждый добывает себе еду сам. Небольшая пауза для приличия. И приятного аппетита! Беспредел творится не только дома, но и во дворе. Гора досок никак не становилась похожа ни на будку, ни на что-либо другое. У меня ничего не получалось. То отпилю не так, неровно, то прибью не туда. Но потом, благо, раздался вступ в дверь. Это кто? Это я. Это Полинин папа. Санёк? Да. Да иду, иду. Друзья начинают собираться на традиционный вечерний шашлык. Открывай. Здорово. Когда я увидел на пороге Александра, я был очень счастлив. Мы с ним двенашку мне варили. Он мне помогал. Я ему периодически помогаю с машинами. Тут вообще, Санёк, у меня масштаб трагедии. Надо собакам будку сделать. Юла уехала в спай. Меня оставили с детьми. Мне надо столько делов сделать, что я так уже устал. Мужик здоровый, адекватный, с руками. Вот, я думаю, теперь-то дело пойдёт. Но это отвратительно. Да не, он стоит. Мне надо теперь вот это прикрутить, ну так, чтобы крыша легла ровная. Но не тут-то было. Ну, я уже, в принципе, догадывался, кто пришёл, потому что как гавкает кобель, как он загывает, я уже знаю. Здравствуй, Илья. Рома ждал ещё друзей, а наведалась тёща. Ну, я не надеялся её видеть. Да я вообще не хотел её даже, можно сказать, увидеть в эти дни. Угадай, какая будет будка заберетельская. Это что за выражения такие, Ром? Это ужасные выражения, Илья. Конечно. Не обращай внимания. Мама уехала и задали туда. Во-первых, дети, Ром, ругаться нельзя. Да, я с тобой полностью согласен, Илья. Вообще даже. Да. И понеслось. А что ты ни яблоки не убрал? Смотри, тут грязь. Ну, сейчас начну доделаю, уберу. Смотри, тут вообще грязь-то какая. У неё язык метлает. У хорошего дворника в руках. Ром. А, Ром. Ай. Ты посмотри, у Васьки руки холодные даже. Так правильно они бегают тут, ковыряются. Ну, правильно, бегают. Носки-то хоть... Ну, зачем мне говорить? Меня начинает это заводить, было невыносимо. Вот, прочитаю, что тут надо... А, 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 а. Ром, давай укладывай детей, потом будешь продолжать работу. Всё, укладывай их спать, пусть дети ложатся. Давай, давай. Ну, нет, сейчас допилю и пойду спать уложу. Не допилю, а давай укладывай. Ну, сейчас я там у меня осталась две доски, ле. Всё, хорош. Блин, я забил на детей полностью и вот занимаюсь своими делами. Да нет, она просто решила, мне кажется, дебяно. Ей было скучно и заняться нечем. Всё, счастливо, я пошла. Как пошла? Бабушка в доме, а дети так и ходят голодные. Всё, что принесла Лиля – критику и ценные указания. Ну, всё, счастливо. Удачи, мне счастливо. Всё, девчонки, пока. Тёща из дома, друзья с пивом в дом. Здрасте. Ой, ни х*** себе. Все лучшие люди города Тулы решили меня посетить разом. Пятница? Рахмет дай. Тебе подохну. Санёк, Миша. С этим человеком мы давно знакомы, вообще, очень давно. Товарищ мой, товарищ. Ты пришёл на помощь, братец? Ну, возможно. Миша пришёл не с пустыми руками, как Бог его послал в тот момент. Было жарко, было душно, я был уставший. Он пришёл с холодным пивом. Видите, какие друзья? Никто не бросает. В трудную минуту всегда готовы подать руку. Протянуть руку с пивом – не вопрос. А что насчёт будки? С крыши покончили более-менее. Главное, что он не подзатёк. Осталось передушку доделать, и всё практически. В итоге решили, что и так сойдёт. Какие царские хоромы получились. Да это не будка. В ней самому жить можно. Шикарный мужчина, шикарный. Что за будку, пацаны? Ура, ура, ура. А это? Нет ленточки-то перерезать? Эх, ленточки нет. Зато есть ещё один гость. Кто там? Мне уже стало интересно. Я думал, может, кто-то ещё из товарищей зашёл в гости. Здравствуй, сестра. Варик. Сестру мою зовут Женька. Видимо, с ней редкая. Она решила зайти вечером после работы в гости. Но визит был явно не спонтанный. Похоже, тёща специально подослала к Роме разведчика. Вот вы чего, б***ь, решили издеваться надо мной все? Ты, мама, Лиля? Я никогда с сестру не обижал. Я её очень сильно люблю. Такие у нас недовольные-таки тёплые отношения. Ты хлопая. А как тут, знаешь, когда я их спать уложу? Но родственники волнуются напрасно. Девочки, набегавшись, улеглись спать сами. Сарай. Пошли домой. И правильно, Рома. Демонтаж кухни давно ждёт тебя. Ломать не строить. Об этом знает каждый. Вопрос разобрать быстро. Просто всё вылезти из посуды. Посуду завтра заберёшь. Ломаем кухню с товарищами. Как бы есть цель поставленная, намеченная, что нужно сделать. Как бы пацаны не отказались, помогают. А это ещё кто? Здорово, Ленка, друг мой, милый. Завалили твои собаки меня. Завалили? Ты упался? Да. Ты пришла на выручку к Саньку? Да. Пойдём. Проходи. Это жена Саши. Видим, немного подуставшая после рабочего дня. Лен, а ты вообще зачем пришла там в гости? За Сашей. За Саньком ты потеряла Сашу? Да. Господи, маленький. Гуляй. Вот он, вот он, посмотри на него. Ты прикинь, я купаюсь. А его не я даю? Я ухожу. Я ухожу, Лена. Я... Потому что я ухожу. Я стесняюсь, что беспокоюсь ваше пространство, но надо отдать. Лавку уносить будем. Пожалуйста. Рома понял, что гостей становится всё больше, а помощи от них всё меньше. Поэтому решил заканчивать свои ночные посиделки. Проводив Сашу, мы с Мишей продолжили дальше. Вот, периодически, поглядывая на часы, я понимал, что время кончается, мы немного не укладываемся, не успеваем уже сегодня доделать. Ром! Там ломится, ***. Ну, кто-то ломится. Открывай, Ром! Услышав голос ведущего, Рома рванул в детскую за невыполненным заданием. Настя. А помнишь, что в садике стих рассказывали про маму? Это Вася. А? Это Вася. Ну, ты его помнишь, расскажешь? Угу. По-братски. Угу. Давай на телефон тебя сниму, можно на стих? Угу. Давай. Рома! Ты дома? Рома! 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 Песенку про маму мы споём сейчас. Мама дорогая, крепко любит нас. Молодец. Шестилетняя Настя три жалких строчки о маме знала ещё с ясельной группы. Посмотрим, сможет ли Рома выдать это за новое, выученное в школе стихотворение. Да прям *** себе идеально. Открывай, хозяин. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Величайший строитель спешил похвастаться ведущему своим главным творением. М? Ну вот, будочка. Теперь собаки будут жить здесь. Будка есть, а стих для мамы. Ну, кое-что у меня есть. Все замерли в ожидании. Удастся ли Роме обмануть ведущего? Песенку про маму мы споём сейчас. Мама дорогая, крепко любит нас. Умничка какая, молодец. И бинго! Смотри, доченька-то принимается. Пойдём дальше. Это демонтаж кухни. Ну, надо было убрать участок, а не захламить. Мне кажется, это здесь будет лежать теперь годами. А это что за шум на кухне? Товарищ помогает. Товарищ помогает. Ведущий сразу почувствовал. Пахнет неладным. Ром, слушай, я туда даже не пойду. Будка сделана, стих выучен. Здесь, да, во дворе, конечно, хлам. А с ремонтом вообще не пойми что. Я хочу тебя поддержать. Я засчитываю тебе это задание авансом. Потому что впервые ты за 7 лет начал хоть что-то делать. Я даю тебе задания на завтра. Выполни их, пожалуйста. И не пей. Постараюсь. Всё, пока. Удачи. Итак, задание на второй день. Полностью обновить кухню. Стены, потолок и пол. Приготовить детям манную кашу. Собрать жуков с картошки на даче. Починить детскую песочницу. Раннее утро в доме Лебедевых. Так, Маркунис. Голодные ребята и зверята доедают остатки сквозных припасов. Ты спустишься, Василий? До ночи тут будут сидеть. Ничего не есть? Ну, пусти. Ты спустишься? А я всё папе расскажу. Кстати, а где он? А, как раз выбирает, куда потратит выигрыш. Готов на крест потратить сотку. Люблю я историю. Ну, кого аж так там, поиграть, на охоту сходить. Ну, конечно, бы купил себе опять кроссовый мотоцикл, на каком я уже полдельца себе сломал и половину стесался. Ты детям небольшой квадроцикл куплю детский, чтобы мы с ними вместе могли гонять. Пойди, Вася, Настя. Наверху. Что она там делает? Плачет? Ага. Единственное, что ещё способно прервать Ромины фантазии, это детский плач. Иди на руки, не плачь, не плачь, не плачь. Похоже, Рома сообразил, что детей всё-таки пора покормить. А заодно и выполнить первое задание – приготовить манную кашу. Пока завтрак кипит на плите, в голову Рома приходит гениальный воспитательный план. Дети, а будку будете собакам красить? Да! Секрет моего воспитания в том, что детей нужно чем-то озадачивать, чем-то занимать их. Они будут вести себя прекрасно и хорошо, они не будут плакать, они будут вместе заниматься этим делом. Всё, занимайтесь, красьте. Постарайтесь руки не исхреначить себе, ладно? Не покрасить. Ага. Две банки зелёной краски, одна будка и два ребёнка. Интересно, что из этого выйдет? О, всё поблизгалось. На вас на стол папа точно убьёт. Да. Он сказал нам не пачкаться, а мы и спачкались. Чего я точно вас... Это мои спаси. Я когда увидел, я не представлял, что дальше делать с ними. У меня было желание их отдать куда-нибудь и забрать других чистых, новых детей. Не отмывай, царь. Ну а чё плакать, Кай? Ты не хочешь с зелёной ходить? Ну не переживай, это трётся. Папа, нас нужно отмыть. И решил, что зелёные дети никого не смутят. Погнали. В заданиях же не указано, в каком виде должны быть девочки. Чуть-чуть, смотри, давай. Так много, а я хочу... Пась, ну ты издеваешься? По-братски, давай. Ну. Катя, сейчас. Тёплая, на. Сейчас. Бррр. Давай, как волк. Ох, какой волк. Да ты так ложку съешь, Василиса. Переоделась, Настюха? Ну хоть каша, папе удалась. А где пятнистый? Убежал. Вы издеваетесь? Ну слушайте, его искать надо. Куда он г***ал, я не знаю. И на улицу он ко мне не подойдёт. А это Лилина собака. Лилина собака, тем более её дарили. Дарил её мужчина. Да и вот. Ну как бы она будет волноваться тоже за неё. Как бы какие бы у нас ни не были отношения, но она моя тёща, нам с ней жить дальше. Пойдём посмотрим на улицу. Лорд! Кобель! Чувак, не видел, был мотинца не бегает нигде? А ты оттуда х***, дай? Не, вот. Ну ладно. Значит, там нету. Прекрасно. Надежда покидала. С каждым шагом. Всё больше и больше я начинал верить в то, что он убежал, да и далеко. Да, Миха. Кобеляй ещё. Рома старается держать себя в руках, но всё равно видно. Он напуган. Ну, Рома, всё, тебе крышка. В отличие от жены, тёщи лапши на уши не навешаешь. И на этот раз будет настоящая расправа. Ну, думаю, ладно, пойдём вниз сходим. Там пацаны стоят, они металл принимают. Ну, думаю, они же там целый день. По-любому, если пробегал бы, видели бы. Через час бессмысленных скитаний по тульским улицам Роме всё-таки повезло. Иди скорее ко мне. Кобель, иди сюда. О, Господи. Хорошо-то как. Когда все дома и на местах, на своих. А вот маме волноваться не о чем. В шикарном СПА у неё на это просто нет времени. С Ромой я вот последний раз отдыхала в 2011. Потом у меня родилась старшая дочь. И как-то всё то денег нет, то времени нет, работа. То дети маленькие. Страшно ехать. И получается, вот сейчас 2018 год. Вот 7 лет я вообще никуда не выезжала из дома. Вот дальше Москвы. Ну, теперь-то мама отдохнёт. Бассейн, массаж. В трёхдневный отпуск всё включено. Вокруг на самом деле рай. Вот действительно, я оказалась в раю. Что не скажешь о Роме. С первой половины дня ему явно не повезло. Сначала слёзы, потом краска. Да ещё и кобель подвёл. День с утра не заладился, короче. Первый блин комом. Но задание выполнять всё равно надо. Сначала пошли на дачу. Собрать жуков. Мам, это любит насажать всякой херни. Немного потеряли время в поисках нужных кустов. Вот смотрите, что это у нас. Картошка, да. Нет, подожди, а почему она наверху? Да. Это надо у мамы спрашивать, почему у неё картошка растёт не с земли, а снаружи. Ну, листы-то как у картошки. А похожи на помидоры. Наконец разобрались и даже смогли опознать вредителей. Один есть, пойман. Мы с Василием собирали колорадский жук. А папа только банку носит. Пап, ну где? Где наша песочница? Да. Сделаю вам песочницу. Сделаешь сейчас. Ну и давайте, может, на новом месте вам её сделаем. Рядом. Начало хорошее. Все полны трудового энтузиазма. А вот тут что мы будем? Вот так? Как? Нет, ну мы сейчас соберём всё, не кипишуйте. Сейчас мы возьмём удлинитель. Травка, травка. Травка, травка. Мы очень ждали песочницу у нас. Её давно нет. Баба. Пусть тебя не толкнуть разочек, ай. Для профилактики разок. Атмосфера накаляется. Настя, не прыгай здесь, пожалуйста, отойди, ай. Видно, что под конец дня все устали и дети, и Рома. Выйдите, пожалуйста, отсюда, ай. И папина терпение лопнуло. Свали нахуй, Настя. Отойди, ай. Ну, пожалуйста, отойди. Я тебя выстегну сейчас. Я не обидел. Я не обидел. Ничего. Очень обиделась, потому что на меня папа кричал. Что случилось? Что-то такое излишне. Ничего. Ничего. Не плачь. Ты говори, что произошло. Я же не понимаю, что ты плачешь сидишь. Я же не экстрасенс, чтобы читать имя снега. Эх, Рома, Рома, сам на детей накричал, и сам теперь под дурака косишь. К вечеру, конечно, я устал. Жаркое, душное, дети, собаки, все один. Строительство, жуки. Еще надо песок этот было набрать. Еще дети начинают капризничать, надо мной издеваться. Тем не менее, песочницу нужно достроить. Поэтому папа решает, что лучший способ помириться – вместе что-нибудь украсть. С песком я очень долго думал, как решить эту проблему, где его найти. Но в итоге, не придумав ничего лучше, я решил его вечером взять у соседа немножечко. Знаешь, шикарнейшую кучку, дети. Сейчас мы оттуда сучку и привезем. Где я взял песок – это мое личное дело. И я отказываюсь от дачи этих показаний по поводу песка. Привью, на, держи. Вот растягивай его. Вот сюда мне лопата будет. Быстрее, быстрее, вдруг этот сосед выйдет, вдруг тот сосед выйдет, скажет, Роман, ну, е-мое. Быстро взял и пошел, называется нашел. И в этот момент с лопатой в руке, с мешком для мусора на отшибе, под линией электропередачи, совсем не ясно. Становится Рома ближе к семейному счастью. Или нет. Отойди, Настя. Куда ж ты башку-то суешь? Всеми законными и незаконными способами Рома достроил песочницу. Кто-то есть еще куда-то. Привет. И вам желаю здравствуйте. Ну, пойдем посмотрим, что сделали. А надо? Ну, да. Так, оп, сразу вижу. Новая песочница. Ничего себе, еще покрасили. Откуда песка-то набрал? Есть у меня одно место. Дети помогали? Дети будку украсили. Дети красили будку и вместе с ней ноги, руки и лицо. Ну, будка вообще класс. Ну, как бы шоке, вот они. Ничего себе, сколько вы их собирали-то? Вы с папой собирали? И сто жуков. А как там моя майонезная каша? Давай я тебе жуков, ты мне кашу. Базара. На. Ты сам готовил? Ну, естественно. Ну, как бы кашу готовил вот такую первый раз в жизни. Попробуйте, оцените. Для первого раза весьма неплохо, слушай. Ну, а что с ремонтом? Пойду посмотрю. С Богом. Полное обновление кухни, стен, потолка, пола. То, что я увидел, меня не устраивает. Я крайне недоволен. Завтра сюда придет твоя жена. Где будет собираться семья? Что сделано для мечты? Сегодня я покидаю твой дом в плохом настроении. Ну, плюс ко всему, у тебя еще есть задания и на завтра. И отменить их никто не сможет. Задание папе на третий день. Занести мебель и собрать обеденный стол. Убрать все автозапчасти. Сделать дома генеральную уборку. И подготовить школьный уголок для старшей дочери. Ну что, малыши, пойдем спать. Ну, реально, я уже устал. Силы меня покидали. Завтра нам надо отмыться. Дай. То ведущий гляньте, нас ругает. Все, давайте ложитесь спать. Отдыхайте. А я пойду работать дальше. Ну что, что мне ругали. Решил доказать ему, что не так все плохо. Что, как бы, это, если уж вы поверили мне, я постараюсь вас не подвести и приложу все огромные усилия для этого. Даже если один день я вас разочаровал, то на следующий день я постараюсь исправиться. Ты будешь клеить со мной, Тара? Молодец. Вот поможешь надеждой и опорой. Ну, я представлял, приедет Юля в пустую кухню, она скажет, что Рома, она будет огорчена, да, встанут с утра дети, они увидят то, что я ничего не сделал. Как бы я им обещал, вы ложитесь спать, мне надо дело отделать, да, и они скажут, папа, ну, а как так, да? Всю ночь Рома клеит потолок. И теперь непонятно, хватит ли папе времени, чтобы доделать кухню. Ведь остался всего один единственный день. Лето. 2018. Сделал сам. Ура. Наконец-то я решился на это. Я проснулся с чувством выполнения удовольствия, что я все-таки за ночь поклеил потолок. Папа, а ты вот эту вот грязь будешь вымывать? Ну, конечно, будем, но сейчас. Единственное, что мне было, ну, тяжко все, болело, и башка болела, спина болела, руки болели, да, но я понимал, что продолжать нужно дальше. Это ж сколько, Рома, тебе еще работы предстоит. Кроме потолка на кухне не мешало бы еще что-нибудь сделать. Я видел, как делают, да, там, по телевизору увидел, как мама клеит, там, жена как клеит, да, и... Сам-то я никогда этого не делал, потому что я всегда говорил, что вы клеить это не мое. Итак, схватка с обоями начинается. Эх, Рома, держись, ты еще не знаешь, что это за бумажный зверь. Я их сложил, приложил к стенке, начал задние стянуть, они у меня порвались. Пришлось заново переклеивать. Рома нервничает. Так, сваля отсюда, я. У врага явные преимущества. Пять рулонов против одного Ромы. Знаете, как говорил Александр Македонский, пришел, увидел, победил. Военные действия окончены, и Рома решил, что лучший способ отметить победу – сгонять в магазин с замороженным. А вот мама может побаловать себя вкусненьким без всякого повода. Мне не пришлось самой готовить себе завтрак. Я пришла уже на все готовое. Я выбрала то, что я хочу. Дома я, в принципе, по сути-то, и не завтракаю. Я попью кофе и готовлю детям завтрак. И что там, останется там от детей, да, есть. Так, ну, здесь это просто. Я вот реально чувствую, что я королева. Я понимаю то, что можно жить хорошо. И к этому надо стремиться. В это время отдохнувший и счастливый Рома как раз возвращается домой. Ну что, сейчас придем домой, мультики включим. Да, и отдохнем маленечко. Я вообще распланировал, как я что буду делать. Да, и вообще я надеялся, что я все успею. И не хереть себе. Вот это поворот. Пока хозяина не было дома, привезли новенькую кухню. А раз отдать было некому, всю мебель оставили прямо у ворот. Как теперь все это п*** убирать? А мы тебе поможем. Да это вообще радостно, что ты мне поможешь, Настя. Это прямо единственная отдушина в моей жизни на сегодняшний день. Да я вообще был шокирован вот этим. Все лежит на улице. Во-первых, почему никто даже не позвонил и сказал, что они привезут ее. Ну, то есть надо было контролировать, мне кажется, процесс, когда все это выгружало, вся эта кухня. Сейчас будем собирать, что, пошлите. Что делать? Бодро ухватив части будущей кухни, Рома строит в голове новый план действий. Но когда у тебя двое детей... Будь готов к внезапным переменам. Что случилось, дочь? Не плачь, сейчас мы все соберем. Позабыв обо всем, Рома бросается утешать дочь. А зачем она так сделала, Вася? Что вы, вы подрались? Вы поругались? Видимо, и новая кухня, и приз в 100 тысяч рублей так и останутся за забором этого дома. Я думал, все, просрали. Сотельчик от нас уже хотел сказать ему все. Бай, соточка. К величайшей удаче всего семейства на разведку пришла бабушка, родная мать Ромы. Ирина! Привет, мой золотой. Ишь ты такая, глянь, вся разрисованная. Привет. Давай помогу тебе. Я хотела прийти просто посмотреть детей. Ой, они все в песке. Какая песочница у вас тут. Я была в шоке. Дети все в краске, все грязные, все покусанные, не причёсаны, не умыты. Настя не щипет? Нет. И вот это ещё вы? Сейчас, Василий, сейчас мы Настю с тобой это отрём, а потом будут тебя оттирать. Тебя будут оттирать. Бабушка наконец-то отмыла детей от зелёной краски, искупала, да ещё и еды принесла. Сосиски. А, не по спискам. Ты в списке на сосиске? Да. Так, иди-ка отсюда, и тебе задание другое. Для Ромы бабушка принесла кое-что другое. По большому счёту бассейн сегодня был не нужен. Так он, в принципе, нужен, да, но не сегодняшний день. Он очень сильно обременил меня. Пап, ну что, не идём в аду? Идите в аду. Как она? Хорошо, присядь. Ну, конечно, погрей ножки. Что такое? Нормально? Нормально. Ну, счастливы, нет. Ваша радость не знает границ? Размышления о плюсах собственного положения привели Рому на диван. Я устал, да, думал, всё будет легко и просто. И что тут сто тысячи упоминут с неба, за ничего не делание, а такого не бывает. А тут я просто замотался. Просто меня выжили, как лимон, растоптали и выкинули. Ну, здоровая. Почему ты мне не звонила? Вообще, когда я видел звонок, я, честно, очень сильно запереживал. Я думал, что что-то произошло у неё, да, и что какой-то масштаб трагедии. А мама, не взяла? Ведущий говорил о звонке, об одном звонке, то, что Рома может позвонить. Ну, как-то странно, он не звонит. Я переживаю на самом деле. В итоге, вот сегодня я решил позвонить ему сама. Потому что мы слишком заняты с детьми. Мы упахиваемся с ними, как три лошади. Две пони и кони. Не звонил я ей, потому что я, ну, боялся ей позвонить на самом деле. Отдыхает она и отдыхает. Я, как бы, со всем справляюсь, поэтому, как бы, что звонить. А так она увидит мой номер, начнёт переживать. Ты мне скажи, ты успел, справился или нет? Ты ремонт вообще закончил или нет? Ну, практически, да. Остались небольшие нюансы. На душе у меня скреблись кошки. Мне хотелось сказать, что я очень сильно тебя люблю, что я очень сильно соскучился, что я не могу больше без тебя. Я хочу тебя видеть, я хочу тебя слышать, я хочу тебя чувствовать. Каждую секунду, каждую минуту прожитой жизни. Ну, ладно, что, давай, мы тебя будем ждать, наверное, потихонечку пойдём и дальше дела делать свои. Похоже, звонок Юли взбодрил разленившегося бабу. Давай, Рома, давай. Финишная прямая жена вот-вот приедет, а у тебя нет кухни. Без Юлики тяжело. Да и вообще я по ней уже скучать начинаю. Бедная моя, ну, не, моя, юлатная не бедная, юлатная кайфует, бедный я её. Помимо кухни у Ромы ещё гора заданий. Настя, ножки. Настя, спасибо. Вовремя. Из старого кухонного стола и полок, которые много лет пролежали в сарае, Рома решил соорудить школьный уголок для старшей дочери. Папа, что ты делаешь? Будет твой письменный стол, будешь на нём уроки делать, писать, сидеть, стол тебе поставим, дай. Будешь писать на этом столе в комнате уже у себя? Ой, здорово, как дали. Папа, спасибо большое. Пожалуйста, моя милая. Мне очень понравился школьный уголок. Вот знаете как, кто воспитывает сыновей, дай, тот всегда будет батей. Кто воспитывает девочек, тот всегда будет папочкой. На, Кидай, поможешь мне? Бросай на портфель. Молодец, эпично. Стало понятно, с заданиями Рома справляется. Но успеет ли он навести порядок к приезду мамы? Должны ли мы с тобой, Василий, маму встретить в чистом доме, дай? Чтоб мама больше не спотыкалась у нас, не ходила об наши железки, об мои. На помойку поехало все. Гаечные ключи, покрышки, старые фары и даже бриллиант Роминой коллекции. Это было нелегкое решение для меня. Отвез свой любимый бампер от Двинахи. Очень мне было жалко его. Но все-таки, наконец-то, мы с ним расстались. Спустя 6 лет совместной жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдемте со мной. Расскажу вам тайну, куда я вас зову. Открою вам большой-большой секрет. Большой секрет рос у соседнего забора. Пойдемте цветы маме сорвем. Только аккуратнее, Василий, сорви. Здесь бабушка их сажает. После ночной кражи песка соседскими цветами детей не удивить. Пач! Я переодел детей в чистую одежду, привел их в порядок. Ой! Что? Ой, да. Они стали выглядеть красиво, нарядно. Нет, Васенька, нет. 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 В итоге Рома не только справился с заданиями, но и сделал то, что от него уже давно никто не ждал. Аккуратно. Дорогая, мы забили. Да, дети? Ага. Давайте пять. Пойдемте, малыши, домой ждать маму. Но вместо мамы сначала пришел ведущий. Привет. Слушай, я сейчас заходил, твой двор преобразился. Выкинул весь хлам, даже родной бампер выбросил. Как ты на это решил? Бампер был с тазика, я плакал, я плакал. Все равно, что палец себе на руки отрезать. Слушай, правда, у меня восторг. То, что я видел, то, что я вижу сейчас, это вообще два разных помещения, две разные кухни. Такое ощущение, что я на самом деле в другой дом зашел. Смотри, красота какая. Шикарная кухня. На самом деле, ведь она так и получилась шикарная. Она получилась красивая, светлая, большая. Естественно, я представлял себе в голове, как она все это увидит. И это, наверное, подбадривало, да, вот это ожидание ее. Ну так вы перед собой теперь видите другого человека. Ты изменился? Ну, если честно, то да, я думаю. Старый я мог сказать, я сделаю это через неделю, все бы это поросло травой, как огород. Забить на все. А теперь я понимаю то, что должно быть не только мне хорошо, должно быть и детям комфортно, должно быть и Юле приятно вообще приходить домой с работы, да. То есть, как бы, ну я не знаю, самодисциплина, наверное, какая-то выработалась. Ладно, я не буду обращать внимания на мелочи, недочеты, все выглядит очень и очень достойно. Появился даже новый стол, о котором мечтала Юля. Так я и выполнил ваше задание по поводу детского стола, могу показать, где старый остался? Да, с удовольствием. Пойдемте. Ну и как бы задание ваше полностью я выполнил, да, с учебным местом для ребенка. Так. Взял старый столовый стол, сделал из него ученические, вот не полки, которые лежали, ну, наверное, лет пять или шесть в сарае. Вы меня все-таки заставили, я что-то сделал своими руками. Да, действительно, стол получился очень хороший, смотри. Прям Настя. А Настя, иди покажи, как ты будешь за ним уроки делать. Чипай. Тихо, не упади. Чипай, не размейся. Ну-ка, давай. Оп. Ну, ты рада, что у тебя есть такое рабочее место? Угу. Ну что ж, задание засчитываю. Пойдем вниз. Устал. Соскучился по Юле, что я вообще прежде всего ждал Юлю. То, что скажет ведущий, было уже вообще честно, неважно, да? Ром, мне все нравится, но главный критик – это не я. Это твоя жена. Ну, внутри у меня все, знаете, как вам сказать, внутри все сжалось. Все сжалось. И я тут прям, как будто барабанная дрова. Тут момент истинный настал, Роман. Вот он, момент истинный. Либо пан, либо пропал. Понравится, либо не понравится. Будет она шокирована от того, что ей приятно, либо она будет шокирована, скажет, что-то на карьере ломала ей. А на пороге уже стоит в ожидании Юля. Ну, ты прям преобразилась, смотри. Спасибо. Как отдохнула, хорошо? Вообще отлично. Просто было все супер, все шикарно было. Я очень рад за тебя, правда. Ну, смотри. Вам будку сделали. Тара, ты видела, тебе будку сделали. Я уже в шоке, если честно. Это Рома все сделал сам. Я даже не знаю, что сказать. Ну, круто. Ну, как ты понимаешь, песочницу и будку, и все остальное – это мелочи. Это можно сделать за полчаса. А вот сделать новую кухню – вопрос. Как ты думаешь, Рома справился? Тряслись руки, я не знаю, у меня запотели ладошки. У меня неописуемое просто ощущение вот это вот на душе. Ну что, пойдем посмотрим? Да, с нетерпением. Гляньте, дети. Мама! Здравствуй, Юлия. У тебя такие селенья. Охренеть. Я не ожидала. Нет. Когда я увидела Рома, меня прям затрясло все. Прям, не знаю, изнутри. Мама, заплакай. Я сейчас тоже, знаете, заплачу. Ну и что? Вообще все по-другому. Дома не. Ты не так сказала. Это не моя кухня. Нет, почему теперь твоя? Я на него посмотрела сегодня вообще другими глазами. Я увидела на самом деле мужчину, который вот сказал и сделал, который, в принципе, мне кажется, можно для своей семьи действительно горы свернуть. Я почувствовал какую-то свободу, я почувствовал облегчение, я почувствовал счастье. Счастье не тот от того, что мне что-то дали, я что-то получил, да, счастье от того, что я предоставил любимому человеку радость. Она, когда уезжала, она поверила в сказку, и она вернулась, и эта сказка как бы оплатилась в жизнь. Смотри, тут вот будут ложки, тут вилки, а тут ножики или что-то еще. Хорошо. Ну как тебе изменения, которые произошли на твоей кухне? Я такого не ожидала. Я думаю, что он справился, но все стопкоцент. Просто для меня теперь Рома не мужчина, а супермен на самом деле. У меня появилась рабочая зона, большая рабочая зона, не отходя от плиты. Просто. Это намного сократит вообще время готовки, что у меня останется времени больше на мою семью. Ну, я даже не знаю, тут насколько все успел. Надо привыкать, да, наверное? Да, мне надо привыкнуть. Теперь семью Лебедевых волновал только один вопрос. Ребята, я прекрасно понимаю, что вы сейчас ждете. В этом конверте может быть главный приз, а может и не быть. Все зависит от того, справился ли ты с заданиями, Рома. Как ты сам считаешь? Ну, как бы, несмотря на то, что в этом конверте основную задачу я для себя сам, я считаю, я решил, я подарил Юле праздник, я подарил ей радость, я подарил ей восторг от того, что она приехала в новый дом, в новую кухню. Юля, а как ты считаешь, справился ли с заданием Рома и заработал ли 100 тысяч рублей? Ну, мне все очень нравится. Я думаю, что да. Как бы то ни было, я принял решение. И оно в этом конверте. В данный момент, да, да, нет, нет. Это, знаете, как вот, когда крутишь рулетку и шарик катится, прям тык-тык-тык-тык-тык-тык, прокатит, не прокатит. Как-то так. Прям все, 13 черные вы выиграли. Сколько, считай? 100 баллов. Рома, у меня остался один вопрос. На какой коньяк ты потратишь деньги? Шикарный хотел, мечтал, да? Но за эту последнюю ночь, наверное, я много переосмыслил. Теперь я хочу купить новую газовую плиту для жены. Новый холодильник. Ну и хочу купить детям квадроцикл, чтобы они могли кататься. Пусть все, что вы задумали, сбудется. Удачи вам, ребята. Спасибо большое. Спасибо вам. Пока. Не могу даже выразить это словами. Если бы мне сейчас сказали бы пережить это еще раз, я бы это пережила бы. Согласилась бы. А Рома пытается осознать, что с ним произошло за эти три дня. Рома сейчас говорил, что я же поспи, и все пройдет. Теперь можно идти по делу, и все пройдет. Мужики, поймите, наконец, ремонт не трагедия. А вот испорченные отношения с женой, да. Пока не поздно. Вставайте с дивана, спасайте свой дом. А с ним и семейное счастье. Это было шоу «Дорогая я забил». До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok